Галина Михайловна, Азербайджанская переговорная повестка Скажите, что привело к таким изменениям в переговорной повестке? Ну, вы знаете, на самом деле тенденция обозначилась уже тогда, когда мы в прошлый раз с вами об этом разговаривали И это было понятно, что к этому все идет Здесь две противоположных позиции, которые очень сложно будет совместить Потому что хотя планируются переговоры Азербайджана и Армении в Казахстане, насколько я знаю, в ближайшее время Но там есть очень серьезная проблема конституционного характера, связанная с Азербайджанской конституцией Дело в том, что Азербайджан не является по конституции преемником Азербайджанской СССР Он преемник Мусавадской республики, которая существовала с 2018 по 2020 год в Азербайджане И в этой республике признавалось только 10 тысяч квадратных километров территории Армении Что это означает на практике? Это означает, что в любой момент Азербайджан может пойти дальше в своих требованиях и может занять новые территории Известно, что стороны согласились на Алматинскую декларацию Пока Пока А в чем ваши сомнения? Четыре деревни, которые Армения готова отдать дополнительно тем территориям, которые Азербайджан завоевал Но вот это надо иметь в виду, что в любой момент это может измениться Потому что позиция Азербайджана не очень твердая, а защиты в лице России у Армении сейчас не будет Потому что ориентация Армении четкая на Европейский союз и НАТО Она приведет к очень серьезным, испорченным отношениям Как это было и с Украиной, как это было с Грузией Ну, вы правильно заметили, что стороны согласились возобновить, кстати, переговоры Ибо встреча главмыт состоится в Казахстане Многим не удается объяснить это Причем здесь Казахстан Ну, вы знаете, Казахстан всегда старался играть роль посредника И не принимать ни одну из сторон Ну, как вы себе представляете, не могли же они встретиться в Москве? При нынешней позиции Москвы, при напряжениях, которые сложились между Арменией и Россией нынешней Да? Да Невозможно В Турции тоже невозможно, потому что она на стороне Азербайджана Ну, Казахстан более или менее нейтральная страна Но она старается играть серьезную роль на международном уровне Поэтому казахское руководство это и предложило То есть, вы думаете, это одно и то же? Это российская площадка по большому счету? Нет, нет У Казахстана другая позиция Казахстан, что называется, играет разными картами и на разных досках То есть, он старается сохранить хорошее отношение и с Россией, и с США, и с Китаем И так было с самого начала Эту политику начинал вводить еще Назарбаев И так же оно и осталось И Казахстан довольно сильная держава сейчас Не бедная совсем Так что они вполне могут себе позволить выступать как региональная Региональная, ну, держава, не держава, но власть региональная Да, регионально важная страна И попытаться урегулировать то, что не получается урегулировать между Арменией и Россией Да Галина Михайловна, я бы хотел услышать вашу оценку насчет вывода миротворцев из Нагорного Карабаха Это для вас было ожиданностью? Ну, после того, как Россия никак не стала вмешиваться после блокады Лачинского коридора и так далее Стало понятно, что к этому все идет А после заявлений Пашиняна, что надо Армении сближаться, как я уже сказала, с НАТО и Европейским Союзом Это было ожидаемо Ну, и сейчас еще остается гюри Останутся они гюри, не останутся, пока об этом информации нет Ну, у меня, во всяком случае, нет никакой Ну, я подозреваю, что тоже возможен выход Да Закрылся российско-турецкий мониторинговый центр в Ахдаме Это тоже надо будет иметь в виду Ну, да, конечно Потому что сейчас, и что касается России и Турции, тоже отношения довольно сложные Потому что турки сейчас вынуждены подчиняться всем к санкциям, которые связаны с обходом санкций Это заметно, видимо, нет? Конечно С которыми работала Турция И сейчас они отказывают даже, скажем, в транзитном перелете в Латинскую Америку Ну, не говоря уже о том, что все, очень многие, очень многие гешефты, да, очень многие бизнесы Они вышли просто на стоп Потому что деньги переводить невозможно Ну, несмотря на то, что Турция стала играть по правилам Запада Турецкие компании, это сегодняшняя новость Попали под санкции США против России Ну, да, я же об этом и сказала Попали, потому что работали с Россией Потому что поставляли России оборудование, которое было двойного использования То есть оно могло использоваться и как мирное, и как военное Ну, станки, например Станки, чипы и так далее Есть еще мнение насчет вывода миротворцев из Нагорного Карабаха Что это может быть связано с ирано-израильским конфликтом Есть подозрение, что Израиль может нанести удар с территории бывшего Нагорного Карабаха Ну, это какая-то очень сложная Где находились российские миротворцы Да, я понимаю, ну, это очень сложная версия, на мой взгляд Израиль сейчас, ну, совсем не до этого У него главная цель полностью уничтожить Хамас Во всяком случае, все основы для Хамаса То есть, ну, победить вот в этой войне С сектором газа И сейчас Нитаньяху брожает Международный уголовный суд Так что, ну, им явно не до того, чтобы вести какие-то сложные переговоры Выстраивать сложные конструкции, связанные с Нагорным Карабахом Я не думаю Галина Михайловна Все же, несмотря на позитивные заявления сторон, в том числе и от основных игроков В Конгрессе США готовится законопроект, который наложит санкции более 40 азербайджанцев Чиновников, силовиков Имеется в виду еще грубое нарушение прав человека в Азербайджане А по этому поводу что происходит? Ну, по этому поводу в России, во всяком случае, по этому поводу ничего не слышно Но, как вы понимаете, Россия тоже не до этого Учитывая ежедневные атаки Как с российской стороны, так и с украинской стороны То есть, это порядка 10 дронов 10-16 иногда, 20 дронов прилетает В том числе Курс, Белгород и так далее Ну и наоборот, Россия, в свою очередь, нападает на Одессу, например На Харьков То есть, военные действия продолжаются И, видимо, надо ждать наступления Поэтому Россия тоже, ну, совершенно не до этого Нет, я имел в виду и санкции против Азербайджана Да, против азербайджанской элиты Я сказала, что у России реакции нет на это никакой А то, что касается санкций против Азербайджана Там та же логика, что и санкции против Турции Поскольку очень много гшефтов идет, очень много бизнесов Связанных с Азербайджаном Там тоже есть наши реваканты, которые туда переехали После начала военных действий И привезли довольно много денег И Азербайджан тоже делает поставки Потому что Турция им помогает И я недавно летала Частные впечатления через Баку В Германию Меня поразило, насколько Баку преобразился Сколько там нового построили То есть, видно, что там просто денег немерено Просто немерено Вы знали, что в Азербайджане Азербайджан может провести досрочные парламентские выборы? Ну да, это я читала Да, сегодня было сообщение Центризбиркома Азербайджана Вы знаете, очередное должно были пройти в этом году В ноябре В чем суть тогда? Это всегда очень известный прием В авторитарных, полутоталитарных режимах Когда выборы переносятся на более ранний срок Как выборы глав исполнительной власти Так и представителей законодательной власти Чтобы оппозиция не успела к лукам подготовиться Потому что для Азербайджана Пример Турции Где Эрдоган хоть и победил Но, в общем, не так у него много было Намного больше, чем у его соперника Это, в общем, очень хороший пример Поскольку Алиев, конечно, хочет сохранить свой пост Что естественно Поэтому они переносят выборы Как и во время президентских выборов Ну да, конечно Галина Михайловна, немаловажно для целого Южного Кавказа Я думаю, вы согласитесь Чем закончится грузинское событие? Ну, вчера там были протесты Вчера там были аресты Разгон Разгон С перцовым газом Ну, а сами демонстранты Побили окна в парламенте Часть людей была арестована Ну, вот они хотят Уже во втором чтении приняли Закон об иностранных агентах По примеру российского И, судя по всему, они примут и в третьем чтении Я не думаю, что это закончится Новой революцией Рос Просто так Сил уже нет таких у оппозиции И консолидирующих фигур нет В этом проблема Я думаю, что примут Тоже в контексте выбора, кстати Но это не приведет к разрыву с Западом в городе, нет? Ну, я не думаю, что Запад, конечно, выскажет свое недовольство этим Они уже сказали, что это может поставить под вопрос И кандидатство в НАТО И кандидатство в Европейский Союз Но, видите ли, здесь логика какая Обычно же, как говорят Ну, вот в Штатах же тоже есть такой же Про иностранных агентов Он, правда, совсем другой Но в данном случае это не важно То есть иногда можно закрывать газом На какие-то вещи Ну, вот как Запад закрыл глаза практически На аннексию Крыма То есть не было же никаких серьезных санкций Ну, так, чуть-чуть Да Это сейчас только пошли волны очередные Ну, все это как отразится на общую атмосферу На Южном Кавказе Да, плохо это отразится То есть сейчас и не только Южный Кавказ Но вы же сами упомянули Там израильско-палестинский конфликт Есть еще ряд других конфликтов Есть тлеющие конфликты Все все время ждут, что там будет с Тайванем, например Есть Северная Корея С Южной Кореей У которых непрерывный конфликт Уже много десятилетий Вот Я думаю, что сейчас Общая атмосфера такая Что это такая Как вам сказать Может быть, я немножко преувеличиваю Но тем не менее Гибридная Третья мировая война Потому что в разных На разных территориях земного шара Происходят очень жесткие конфликты С применением оружия Ну, мы Сирию Должны вспомнить Нападение Ирана на Израиль Ливан Кипит мир Галина Михайловна Кипит Да, это правда Спокойная фаза прошла Для армяно-азербайджанских отношений Немаловажный вопрос Судьба исторических памятников На территории Нагорного Карабаха Почти каждый день Мы получаем очень тревожную информацию О разрушениях этих памятников И никаких Я думаю, что Азербайджан Будет последовательно уничтожать Их очкары И храмы На территории Нагорного Карабаха Просто это их политика Они на самом деле И раньше это делали На тех территориях Которые они занимали И сейчас Тем более Их задача Уничтожить все следы Существования Населения Нагорного Карабаха На этих территориях Чтобы сказать Это всегда были азербайджанские И одновременно Вести переговоры с Арменией Да? Ну, такая политика Одной рукой одно Другое другое Вы думаете Все-таки Азербайджан готов На реальные переговоры Или Азербайджану сейчас Вынуждают К этому шагу К этому действию Я думаю, что Азербайджан Вынуждают к этому шагу И я думаю, что Азербайджан это делает для вида Мой прогноз такой Что Эти переговоры Никакому реальному результату Привести просто не могут Что это все будет Конфликт будет продолжаться Что Дело в том, что Национальная идентификация Азербайджана Строится как раз На том Что Нагорный Карабах Всегда принадлежал им И часть Армении Принадлежала им И они до сих пор Отрицают геноцид 15-го года Армянские И так и будут Это делать И самые главные Герои у них Я уж не знаю Были вы, наверное Не были в Баку У них самые главные Памятники Это памятники Тем героям Которые погибли В Первой Карабахской войне Они туда венки возлагают Они там параду устраивают То есть Для них Это просто Основа Определения Национального Да Вы сомневаетесь Что Эти переговоры Если они Пройдут На реальной Основе Да Не будут Ссылаться На эту Декларацию Алматинскую Да И Сомневаетесь В этом Что Нет Я думаю Что они могут Ослаться На эту Алматинскую Декларацию Но я думаю Что это По большому счету Ничего не изменяет Ничего не значит Для политика Азербайджана Ну Многие считают Что это Единственная Юридическая Основа На которой Можно будет Вести Переговоры Сделать Демаркацию Границ Чего и делается Первая Попытная То есть Демаркация Границ Это означает Что Армения Отдает Свои территории Вот что это означает Сколько Армения Уже ведет Переговоры Или пытается Вести Переговоры Армения Должна Получать И территории По этой Основе Ну вот Сколько Она уже ведет Эти переговоры С С Девяносто 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 Первого года И Итог Какой Итог Армения Потеряла Часть своей В колharии Вот итог Поэтому Как-то Мне Я письменно Смотрю мне не очень в это верится, к сожалению да, не только вы у многих такой взгляд на переговоры но последим, посмотрим, чем это закончится, спасибо сегодня поживем, увидим и вам спасибо большое, всего доброго до свидания